Продолжение следует... Книга пророка Авакума, 3 глава, 17 стиха. Здесь написано, хотя бы не рассвела смоконница, и не было плода на виноградных лозах, и маслины изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в заборе, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои разведет меня. Аллилуйя. Итак, о чем речь здесь? Если сказать двух словах, пророк Авакум говорит, моя жизнь, она не зависит от обстоятельств, которые меня окружают, она зависит от Бога, в Которого я верю. Можете на это сказать, аминь? Аминь. Но если мы будем говорить серьезно, а я буду говорить сегодня серьезно и честно, то на самом деле, ну, не всегда мы верующие люди живем, исповедуя этот принцип. Не касаясь только лишь нас, вообще верующих в них вислят, очень часто мы полагаем, что наша жизнь, она зависит именно от обстоятельств, которые нас окружают. А мы часто думаем, что наша жизнь будет лучше, была бы лучше. К примеру, если бы мы родились в другой стране, у нас были другие родители, мы получили другое образование, получили другое воспитание. Если бы у нас было больше денег, и, знаете, ну, если бы моя семья была другой, и дети были не так, ну, знаете, очень много, 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 много оправданий. Мы сами себе создаем. И именно поэтому большинство и несчастны, хотя, исходя из Писания, должны быть счастны. Понятно, что когда мы приходим к Богу изначально, мы верим как дети, да? Но потом мы сталкиваемся с трудностями, мы сталкиваемся с преградами, мы сталкиваемся с препятствиями, и мы теряем свою веру. И мы уже вроде верующие, давно люди могут ходить пять лет в церковь, десять лет в церковь. И очень часто от верующих, особенно давно верующих людей, можно, к сожалению, услышать слова, не, ну, вера верой, Бог Богом. Но надо смотреть на вещи реально, да? Как говорится, давайте называть вещи своими именами. Тогда, если следовать этому принципу, Библия, это просто фантастика. Ну, вы со мной? Ну, потому что, когда мы считаем о героях веры, о том же Аврааме, о том же Исааке, мы тогда видим другое. Теперь, вы никогда не задавались вопросом, почему именно Бог включил в одиннадцатую главу послания к Евреям, я понимаю, мы здесь все верующие люди, поэтому мы можем говорить серьезно, да? Почему Бог включил, например, у Авраама, что не было других людей, которые жили с Авраамом, в его поколении, в его времени? Почему туда попал, к примеру, именно Давид? Или Самсон, или Иофай? Почему именно эти люди оказались апостолами? Петр, Андрей, Филипп, Павел? Почему мы считаем о них? Ведь даже тогда израильский народ, когда он вышел из Египта, он насчитывал два миллиона человек. Что их отличало от других? Ведь если мы поймем, что отличало их, а Богу не лицеприятие, рассказывают этому человеку повезло, а тому не повезло, во взаимоотношениях с Богом, они не верны. Бог, как любящий отец, Он одинаково любит всех. У меня двое дочерей, у кого из вас больше одного ребенка есть? Вы как-то по-разному любите своих детей? Или одинаково? Не, ну у вас могут быть отношения какие-то, с кем-то ближе, с кем-то, ну, или, ну, любите-то вы одинаково. И одинаково вы желаете им счастья и добра, и нету такого, вот вы взяли, этому ребенку отдали все. А сказали, ну, а тебе, сынок или доченька, не повезло. Ну, и так, это нормально, да? По-человечески. А помните, Иисус сказал такие слова? Даже если вы, будучи злым, умеете давать благие даяние дедям вашим. Вспомните эти слова Христа, когда Он сказал, если ребенок у вас попросит хлеба, да, никто не даст ему камень. Да, если попросит там еды, никто не даст сменю из мира или из картиона. И Иисус говорит, даже если вы, будучи злым, можете давать благие даяние вашим детям. Даже если они не послушали, они нам надоели, уже, так сказать, в кавычках, все соки из нас вылили. Мы все равно их любим и все равно им помогаем. И прощаем, и милуем. И их послаки не влияют на наше, ну, отцовство, да, или материнство. Как бы они себя ни вели, мы все равно остаемся родителями. Но это не значит, что теперь дети могут вести себя как хотят. Это для детей. Если родители относятся так к нам, то как к нам тогда относятся Бог? Хуже или лучше? Ну, ну и почему-то иногда считаем, что у него есть любимчик. И если повезло, к примеру, Абрану, Исааку и Акару. Ну, это им просто повезло. Или Павлу. Но к нам это никак не относится. И нам повезло. Но смысл, смотрите, в этих словах Абакума в чем? Я еще раз повторюсь, он другими словами Абакум говорит, что наша жизнь, она не зависит от обстоятельств. Потому что обстоятельства, в которые мы попадаем, они могут быть разными. Но мы для себя должны понять, что наша жизнь зависит от Бога, в Которого мы верим. И когда обстоятельства оказывают давление на нас, издавляют на нас, вера, это когда мы принимаем решение, ну, от чего мы позволим зависеть в своей жизни. Или другими словами, на что мы будем уповать, на что мы будем рассчитывать. Либо мы будем искать виноватых, или крайних, либо мы будем держаться за Богом. Абакум говорит, даже если ничего не будет, он говорит, я все равно буду радоваться. А Господи, Боге мое. Потому что рано или поздно, если я буду стоять уверен, Бог поднимет меня. Очень часто, ну, когда мы, ну, знаете, получаем Слово от Бога, у нас порыв веры, мы начинаем к чему-то стремиться, и потом проходит какое-то время, и мы не видим результата нашей веры. Кто-то с этим сталкивался. И потом разочарование начинает приходить. Да? Говорит, Добрый день. Мы говорим, кто там? Мы говорим, это я твоего разочарования. Мы говорим, добро пожаловать. Сказать. С нашим украинским, как там, гостеприимством, да? Мы вас так давно ждали. Но ведь если мы посмотрим на жизнь, те же герои веры, мы о них считаем, там, их история жизни в Библии вмещается в одну-две главы, но они-то проживали жизнь, и они не сразу видели результат. И они, ну, но они продолжали доверять Богу, именно это их и отвечало, от других людей. Откруйте вместе со мной послание апостола Павла Кривилина, восьмую главу. С первого стиха апостол Павла говорит и так, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Итак, Библия говорит, что существует в духовном мире два закона. Если мы пройдем еще глубже, послание Колоссян, в первой главе, в 13-м седе, апостол Павл говорит, что благодаря Иисусу Христу, да, Он взял, вывел меня из царства тьмы, Бог Отец, и вел меня в царство Сына Своего, Бозлюбленного. Так, когда мы говорим о духовной жизни, о духовной мире, он реальный. И мы с вами, в первую очередь, являемся духовными существа, ну, личностями, у которых есть душа, и мы живем в теле. Мы не просто лишь физическое тело. И мы ведь не живем инстинктами, именно поэтому Библия говорит, что мы с вами сотворены по образу и по подобию Божьему, и являемся им самим Его творением. Итак, в духовном мире есть два государства, царство тьмы и царство света. И каждый из этих государств, ну, руководствуется своими законами, своими принципами. И Библия говорит, царство тьмы, это закон греха и смерти. Основной мотив страха. Царство Иисуса Христа, это закон духа жизни, и основная мотивация, это любовь, да? Ну, что, помните, апостол Павел говорит, я могу делать все, что угодно, но если я не имею любви, мне в этом нет никакой пользы. Итак, ну, очень часто бывает как? Мы, уже будучи спасены, являясь гражданами царства Иисуса Христа, мы продолжаем жить руководствуясь своей жизнью законами греха и смерти, законами страха. И именно об этом речь в словах пророка Вакуума. Именно об этом мы будем поговорить с вами, немного об Абраме, немного поговорим о Писаге, немного затронем героев Нового Завета. Вопрос не в том, что, ну, ведь, помните, апостол Павел говорит такие слова, что никто не может положить основание, кроме положенного. Это Иисус Христос, да? Но каждый из нас свою жизнь на этом основании может строить из разных средних материалов. Кто-то может строить из золота, серебра и драгоценных камней, а кто-то может строить из дерева, сена и салона. Да? Вопрос в чем? Вопрос в том, что из дерева, сена и салона строить, во-первых, проще, во-вторых, дешевле, и в-третьих, быстрее. Но почему именно он привел в строительные материалы, ну, нелогично, ну, привел бы кирпич, я не знаю, там, ракушняк, еще что-то, да? Он говорит, золото, серебро и драгоценные камни. Потому что, во-первых, это дорогостоящий материал, гораздо более дорогостоящий. Во-вторых, процесс строительства из этого материала, если мы представим, служить как дом и строить из золота бриллиантом, ну, одно дело в лыжнике, он имеет определенный размер, или бетонная плита, и другое дело, ну, выложить такую же стену из алмаза, бриллиант, ну, там, золото и серебра, во-первых, это гораздо дольше. И очень часто, пройдя какой-то процесс в своей жизни, мы, не достигающего, того, что мы так изначально верили в Огнен, мечтали, стремились, пройдя какой-то период в своей жизни, мы, простите меня за французский, облавываемся, и сдаемся, опускаем руки и говорим, все, видать, это не работает, видать, Бог обо мне забыл, если мы даже так не говорим, мысли-то такие в голову они приходят, видать, отцу небеса он до меня уже не делал, надо как-то выживать, человек, если у нас, а сами по себе, как мы можем выживать, опять же, возвращаясь, к закону греха и смерти, и мы уже мотивированы страхом, и мы боимся сделать какой-то шаг веры в любой сфере, во взаимоотношениях, в сфере личного здоровья, в сфере наших финансов, ну что нам уже кажется, но ведь Бог, если Бог нас устал, тогда нам на кого полагаться? Только на себя, а если только на себя, тогда надо, чтобы все было как-то под моим контролем, правильно? И мы, и верующие люди, ну, мы вроде верующие, мы приходим в собрание, мы приходим в церковь, но мы живем по-другому, мы живем по-другому, мы живем по-другому, мы живем по-другому, руководству и скрытым языком, именно об этом Библии предупреждает, вопрос веры, это вопрос доверия, давайте вспомним, давайте вспомним Харьев, человек приходит, я множество раз приводил эту историю, но она как нельзя, но ярко иллюстрирует, вот именно сам этот момент, Харьев и Иисус Таин попадают в переплет, не по своей даже линии, они-то верили Богу, но из-за других людей, они вынуждены 40 лет ходить по пустыне, и не видят того, что Бог им обещал, казалось бы, за эти 40 лет, можно обидеться на весь мир, почему, почему такая, но это несправедливо, но ведь, знаете еще какой момент, интересная справедливость, справедливость может быть Божьей, а может быть наше человечество, иногда нам кажется то, что справедливо, на самом деле несправедливо, ну к примеру, преступник совершает преступление, проходит какую-то варенью, он кается, и меняет свою жизнь, и Бог прощает ему за его грехи, а человек смотрит на этого человека, и говорит, это несправедливо, потому что справедливо, по-человеческому понимаем, чтобы этот человек принес наказание, точно так же, ну, нам кажется, если я поверил тебе лучше, и исследовал за какое-то время, и тут вдруг я не получаю, ожидаемого, то тогда это несправедливо, в отношении меня, правильно? Но Бог говорит, у него есть временные сроки, но Харьев приходит через 40 лет к Иисусу Навину, и говорит, помнишь, 40 лет назад, Богу не обещал, я по-прежнему север, я по-прежнему умол, я по-прежнему верю, и я хочу это помочь. Получает Слово от Бога, и через 25 лет у него рождается Слово. Исаак, сын Авраама, на земле голод, кризис, Бог говорит, сей сей. Это нелогично, это противоречит законам, тем, по которым мы приводим жить. Но, вопреки всему, он получает урожай во сто крат, и Бог возвеличивает его, делает его самым великим на всей земле. Хотя, если бы мы думали логично, и мы думали, конечно, есть Бог, но но это невозможно. И если бы он не посел, для него это было бы невозможно. Понимаете, когда речь идет о наших взаимоотношениях с Богом, мы должны руководствоваться не законами греха и смерти, да, не теми законами, по которым привыкли жить все люди, но законами веры, да, законами духа жизни. И вот именно я возвращаюсь к словам Мамакума, его слова иллюстрируют, он говорит, я доверяю моему Богу. Даже если обстоятельства сложатся не так, как я хотел, он говорит, я не обижусь на весь мир, я не буду искать, кто же в этом виноват. Но он говорит, но я буду радоваться и веселиться о Господе Боге спасению моего. Потому что он, сила моя, он сделает мои ноги, как у оленей на высоты моего, и он разведет меня. Рано или поздно. Вопрос моего доверия. Это вопрос доверия. Он касается любой сферы нашей жизни. Доверяем ли мы Богу наше здоровье? Потому что мы Ему на самом деле можем не доверять. Не, ну, иногда люди, знаете, когда говорят, к примеру, я молился долгое время, я не увидел исцеления, поэтому, наверное, Господь меня не исцелил. Яков как говорит? Он говорит, проси у Бога мудрости, да, немало не сомневаюсь. Если я сомневаюсь, ну, это все очень сложно. Но если у меня был негативный опыт, это не значит, что Бог меня оставил, покинул, или Он перестал быть всемогущим. Он все тот же. Вопрос моего доверия. Ведь тогда Аввакум было логично сказать, ну, ведь он мог сказать слова Давида, да, Господь мой пастор, я ни в чем не буду нуждаться. А тут спокойница не расшвела, маслина не дала плода, овец в загоне не ставила, не стала, рогатого скота в стойла тоже не стала. Ну, все тогда? Тогда на кого рассчитывать? Только на самого себя? Тот же Харьеву сказал, я верю, я исповедовал, я молился, я пришел и принес слова вера, а Бог меня послал на 40 лет опять вредить по пустыне. Так я сам тогда пойду и буду за себя воевать. На кого мне еще рассчитывать? Авраам. Тот точно так же мог послалить. Любой другой герой Библии точно так же мог послалить. Вопрос доверия. И этот вопрос на самом деле очень важен в нашей жизни. Мы для себя должны определиться, доверяем ли мы на самом деле Богу. Или если мы Ему не доверяем только лишь потому, что обстоятельства складываются не в наших пользах, тогда может нам необходимо пересмотреть наши взаимоотношения с ним. Ведь нигде в Библии не сказано, что если ты веришь Богу, то в твоей жизни моментально все как по взмаху руки будет происходить. Но будет происходить, потому что я так сказал Богу. Нам важно уметь дождаться своего момента времени, при всем при этом не потерять веру. Ни при каких обстоятельствах. Именно об этом и говорит Павел. Имея дух веры. Мы верны и потому говорим. Друг Иаковой, вернее, Тимофей Апостол Павел говорит, Бог не дал нам духа страха. Поэтому я не буду бояться и я не буду страшиться. Я не буду бояться болезни, заразы. Я не буду бояться проблем. Я не буду бояться трудностей. Я не буду бояться гонений. Я не буду бояться социальных потрясений. Потому что моя сила, она не в обстоятельствах, моя сила, она у Бога. Он сила моя, Он сделает море мое, какая у оленя, и на высоте мое, у вас видят меня. Аминь, во имя Иисуса. Давайте мы поднимемся.